В Башкортостане после вынесения обвинительного приговора общественному активисту Фаиле Алсынову начались массовые беспорядки. Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе вновь выступил резко против замораживания вооруженного конфликта в Украине. Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых первичных выборах кандидатов президента США, прошедших в штате Айова. Также сегодня. Здесь мой дом, я приехал сюда и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгоранд-контроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. Ровно три года назад, после лечения в Германии от отравления российским боевым ядом «Новичок», Алексей Навальный вернулся в Россию, несмотря на угрозу ареста. Тысячи людей собрались сегодня у здания суда в городе Баймак в Башкортостане, требуя оправдать общественного активиста Фаиля Алсынова, обвиненного в разжигании межнациональной вражды. В обвинительном заключении говорится, что в своем выступлении в апреле прошлого года Алсынов допустил оскорбительные высказывания в адрес таких групп, как, цитата, «жители Кавказа», «жители Средней Азии», «армяне». Приговор должен был быть вынесен еще 15 января, но заседание суда было перенесено из-за массовых выступлений в поддержку Алсынова. Сегодня власти подготовились основательно. Дороги, ведущие к зданию суда, были блокированы, само здание было огорожено, к нему были стянуты значительные силы полицейских и ОМОНа. Алсынов был приговорен к четырем годам колонии общего режима, хотя сторона обвинения требовала более мягкого приговора четырех лет колонии-поселения. После вынесения приговора Фаиль Алсынов заявил, что не признает себя виновным и поблагодарил тех, кто пришел его поддержать. Всем, кто приехал меня поддержать, всем огромное спасибо. Я это никогда не забуду. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Поэтому не желаю еще увидеться. Что хотите передать людям, которые на улице вас не дождутся? Что я хочу передать, я не ожидал, конечно. Такого прокурор просил колонии-поселения. Четыре года. Дали колонию. Четыре года. Мы будем обжаловать. Я не понимаю политику Хабирова, который сейчас народ приехал поддержать меня. Я не знаю, что будет дальше. Вот реально не знаю. Я не хочу, конечно. Мы этого не хотели, но всем огромное спасибо, что приехал поддержать меня. Говорил башкортостанский общественный активист Фаиль Алсынов. Сразу после вынесения ему приговора в Баймаке начались беспорядки. Полиция ОМОН применили против протестующих дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты. Они в ответ кидали в сторону полицейских куски льда. Согласно свидетельствам очевидцев, в городе перестал работать интернет. Были блокированы популярные в Башкортостане оппозиционные телеграм-каналы. По предварительным данным пострадали не менее 20 человек. Одна девушка со сломанной ногой была доставлена в больницу. Опять же, по предварительным данным были задержаны десятки людей. При этом сообщалось также, что полиция пошла на некоторые уступки и согласилась вести переговоры об освобождении задержанных, если протестующие согласятся разойтись. События в Башкортостане вызвали многочисленные отклики. В частности, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров высказал поддержку протестующим и призвал воюющих сейчас в Украине жителей Башкортостана переходить на сторону украинской армии. Вы сегодня демонстрируете всему миру преданность своей земле. Будьте еще ближе друг к другу. Объединяйтесь с другими порабощенными народами России. Ваш главный враг – Москва, Кремль, Путин и их местные халуи в Башкортостане, как Хабиров, солдаты башкиры в российской армии. Переходите на сторону вооруженных сил Украины. Башкортостан будет свободным. Формально приговор Фаиля Алсынову был вынесен за его выступление, в котором он якобы допустил разжигающую межнациональную ненависть высказывания. Тем не менее, хорошо известно, что деятельность Алсынова, особенно по защите святой для башкир горы Кушта, уже давно вызывает крайнее раздражение у главы Башкортостана ради Хабирова. Алсынов – один из основателей и глава, признанный в 2020 году экстремистской и запрещенной теперь в России организацией Башкорт, выступавшей за суверенитет Башкортостана, сохранение башкирского языка и национальной культуры, порушившейся против репрессий в отношении общественных активистов. О том, почему ради Хабиров с такой настойчивостью преследует Фаиля Алсынова, говорит его ближайший соратник, живущий сейчас за границей, руководитель созданного башкирскими политэмигрантами Комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габасов. После событий на Куштау он уже превратился из башкирского национального лидера в общереспубликанского лидера, потому что он один из тех ключевых лидеров, которые организовывали протест на Куштау, которые отбивались от сивовиков и отбили в итоге. Он пострадал, он множество раз преследовался, на него заводили уголовные дела, его сажали на сутки, ему давали множество штрафов. И за ним тянется шлейф не каких-то там черных дел, а шлейф очень добрых и хороших дел, поэтому весь народ практически Башкортостан его знает, любит и поддерживает. Именно поэтому столько народу вышло за него, потому что люди видят, что несправедливость, видят, что глава республики лично преследует Фаиля Алсынова. Но надо сразу отметить, что тут не только преследования идут за Куштау, а изначально, когда Радий Хабиров пришел к власти, такой политолог в республике Башкортостан Дмитрий Михайличенко сказал, основываясь на своей связи в Москве, что Радия Хабирова в республику Башкортостан поставили с двумя условиями. Первое – это обеспечить сырьем забот БСК СОДа, что впоследствии он и попытался сделать, отдав Шахан Куштау на разработку. А вторая задача была разобраться с башкирским национальным движением. И Хабиров приятно взялся за это, он запретил организацию Башкорто, он посадил одного из лидеров башкирского национального движения, Айрата Дельмухаметова, на 9 лет. А он посадил два раза Рамилю Саитову. То есть при нем Рамиля Саитова, тоже одна из таких лидеров наших, ее посадили на 3 года сперва, она успела выйти, и сейчас, буквально несколько месяцев назад, ее посадили вновь на 5 лет. Поэтому он сознательно, стабильно преследует башкирских национальных активистов, пытаясь тем самым расчистить политическое поле башкирское, чтобы остаться одному там. Но уже на данный момент он себя, конечно же, похоронил. Он сейчас является политическим трупом. Говорил ближайший соратник, осужденного в Башкирии общественного активиста Фаиля Алсынова, Руслан Габасов. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Как я уже упоминал во вчерашнем выпуске, общественные протесты такого накала – большая редкость для современной России. Последний раз что-то подобное происходило в январе 2021 года, после ареста вернувшегося ровно три года назад в Россию создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. До этого Навальный пять месяцев лечился в Германии от отравления боевым ядом новичок, который, как он вместе с соратниками доказал, применили против него российские спецслужбы. Все эти три года Навальный находится в заключении. Два года условно по сфабрикованному против него делу Иф Роше уже давно превратились в 19 лет по делу об экстремизме, а колония строгого режима была недавно заменена на колонию режима особого. А я предлагаю вспомнить, что говорил Алексей Навальный 17 января 2021 года в московском аэропорту Шереметьево за считанные секунды до того, как он был взят под стражу при прохождении паспортного контроля. Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгран-контроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на подгран-контроль. Ну а сегодня Алексей Навальный опубликовал в социальных сетях специальный пост, в котором ответил на вопрос, почему три года назад он вернулся в Россию. Пост зачитали соратники Алексея Навального. Но нет никаких тайных схем. Все на самом деле так просто. У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. Я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. Если надо, пойти на какие-то жертвы. А если не готов, то и убеждений у тебя никаких нет. Тебе просто кажется, что они есть. Но это не убеждения и принципы, а так мысли в голове. Из этого, конечно, не следует, что все, кто сейчас не сидит по тюрьмам, не имеют убеждений. Каждый платит свою цену. У многих она и без тюрьмы. Ой, какая высокая. Но я участвовал в выборах и претендовал на лидерские позиции. С меня и спрос в другую. Вернувшись, я и выполнил обещания своим избирателям. Я объехал всю страну и везде объявлялся сцены. Обещаю, что я вас не подведу. И я вас не обману, и я вас не брошу. Вернувшись, я и выполнил обещания своим избирателям. Должны же в конце концов появиться в России те, кто им не врет. Вот. Сложилось так, что в России сейчас за свое право иметь и не скрывать свои убеждения я должен заплатить тем, что буду сидеть в одиночной камере. И мне, конечно, не нравится сидеть. Но ни от своих идей, ни от своей родины я не откажусь. Путинское государство не жизнеспособно. Однажды мы посмотрим на его место. Победа неизбежна. Но пока надо не сдаваться и держаться своих убеждений. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На фоне продолжающихся обстрелов украинских городов, минувшей ночью особенно пострадали Харьковской и Одесской области, Владимир Путин прокомментировал возможность переговоров о прекращении боевых действий на основе украинской формулы мира, предполагающей восстановление территориальной целостности Украины. Эта тема активно обсуждается в эти дни на Всемирном экономическом форуме в Давосе. И вот что сказал Владимир Путин. Что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полторы года. Но это невозможно. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Но не хотят, не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжает, то, что сейчас имеет место быть, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления. Говорил Владимир Путин, он несколько лукавил. Указ Зеленского касался запрета на переговоры именно с режимом Владимира Путина, а не с Россией. Но куда важнее проскользнувшая в его словах фраза «Россия не откажется от своих завоеваний». То есть речь идет не о защите русских в Украине, не о так называемой деноцификации, а о завоеваниях. Несколько лет назад, кстати, он тоже проговорился, когда, оправдывая аннексию Крыма, сказал буквально следующее «Мы провели там референдум». То есть фактически признал, что так называемый референдум в Крыму в марте 2014 года организовала Россия, а не сами крымчане, как это официально утверждается. Ну а президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, вновь подчеркнул, что замораживание вооруженного конфликта в Украине ни к чему хорошему ни для самой Украины, ни для стран Запада не приведет. Любой замороженный конфликт, в конце концов, разразится снова. После 2014 года были предприняты попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса. Но Путин является хищником, которого не удовлетворит замороженный продукт. Нам нужно защитить себя, наших детей, наши дома, нашу жизнь. И мы можем это сделать. Форум, кстати, продемонстрировал некоторый прогресс в деле оказания военной помощи Украине. О резком увеличении объемов такой помощи в текущем году с 4 до 7 миллиардов евро объявил канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать на нужды вооруженных сил Украины не менее 40 ракет дальнего радиуса действия «Скалп». Представители Европейского Союза заявляют, что надеются на компромисс с Венгрией, блокирующий пока выделение Украине пакета помощи на 40 миллиардов евро. А госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Конгресс уже в скором будущем одобрит все-таки многомиллиардный пакет американской помощи. «Мы полны решимости обеспечить нашу поддержку Украине и очень тесно сотрудничаем с Конгрессом, чтобы сделать это. Я знаю, что наши европейские коллеги делают то же самое. Поэтому, достигая военного успеха против этого российского нападения, вы также строите Украину для будущего, которая может крепко стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом смысле». Время свободы. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин неожиданно заявил вчера, что в военной доктрине Белоруссии впервые появился пункт о применении тактического ядерного оружия. Находящиеся сейчас на территории Белоруссии ядерные боеголовки были доставлены туда летом прошлого года из России. При этом в Российском министерстве обороны подчеркивают, что только Россия оставляет за собой право на их возможное использование. Объяснить эту коллизию я попросил белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. В Минске прошло заседание Совета безопасности, на котором рассматривались проекты концепции национальной безопасности и военной доктрины Белоруссии. Ну и в нем также были изложены взгляды Белоруссии на применение размещенного на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Вот об этом заявил после заседания Совбеза министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. И можно сказать, что, в общем-то, эта цитата, она звучит достаточно осторожно, такая формулировка. Буквально министр сказал так. «В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Белоруссии на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия». Ну, то есть, действительно, в этой формулировке довольно точно сказано, что это оружие размещено на территории Белоруссии. И Белоруссии определили и доводим взгляды. Ну, то есть, это довольно такая осторожная формулировка. В отличие, кстати, от заявлений Лукашенко, который как раз-то этим и часто очень набирает, что называется, заголовки будоражит общественное мнение, потому что, ну, если вспомнить, то еще в августе прошлого года в интервью пророссийской пропагандистки Диане Панченко он, например, заявлял, что пообещал мгновенно применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Цитирую. «Ядерное оружие, которое находится в Белоруссии, действительно, не будет применено, если против нас не будет агрессии. Но если против нас будет совершен акт агрессии, то мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания». Стоит опять-таки отметить, что вот в этом есть Лукашенко, но на самом деле высшие российские чиновники не раз подчеркивали, что это исключительно российское ядерное оружие, размещенное в Белоруссии. Контроль за нестратегическим ядерным оружием остается за Россией. Решение о применении тоже. Об этом, например, заявил довольно однозначно министр обороны России Сергей Шойгу в мае 1923 года, когда в ходе его визита в Минск были подписаны документы, которые определяют порядок содержания ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Так что Лукашенко говорит одно, а белорусские чиновники выступают более осторожно, а еще более осторожно сказано в конкретных документах, которые обсуждаются на Совете Безопасности Белоруссии. Тем не менее, вот, например, представитель оппозиции, то есть представитель по иностранным делам Объединенного Переходного Кабинета, Светлана Чехановской, Валерий Ковалевский уже призвал ООН отреагировать на военную доктрину белорусского режима. По его словам, новая военная доктрина предусматривает контроль над тактическим ядерным оружием, который Россия разместила в Белоруссии. А это очередная попытка нелегитимного правителя разрушить международные соглашения о нераспространении ядерного оружия. Включение в военную доктрину Белоруссии пункта о применении тактического ядерного оружия комментировал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. В американском штате Айова прошли первые в рамках президентской избирательной кампании в стране первичные партийные выборы. Их называют «кокусы». Избиратели Айовы решали, кому из кандидатов в президенты отдать голоса своих выборщиков. В лидеры гонки у республиканцев вышел, как и ожидалось, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Айова имеет репутацию сложного и строптивого штата. Кандидаты питают почти мистический страх перед этой первой проверкой боем. Но на этот раз сюрпризов не произошло. По последним данным, более 52% или 20 выборщиков из 40 получил Дональд Трамп. В своем заявлении по этому поводу он высказался в неожиданно примирительном тоне, хотя и не удержался от легкой насмешки над соперниками. Я действительно думаю, что сейчас пришло время всем объединиться. Будь то республиканец или демократ, либерал или консерватор. Было бы так здорово, если бы мы могли собраться вместе и привести мир в порядок, исправить проблемы и прекратить все смерти и разрушения, свидетелями которых мы являемся и которых практически никогда раньше не было. Я хочу поздравить Рона и Ники с тем, что они хорошо провели время вместе. И я думаю, что они оба на самом деле выступили очень хорошо. Я также хочу поздравить Вивека, потому что он проделал огромную работу. Он пришел с нуля и у него большой процент, наверное почти 8%. И это потрясающая работа. Губернатор Флориды Рон де Сантис и бывший губернатор Южной Каролины, бывший посол США в ООН Ники Хэлли, вели упорную борьбу за второе место. Вперед вырвался Де Сантис. У него 23,4% голосов или 9 выборщиков. На нас спустили всех собак. Потратили почти 50 миллионов долларов на атаки против нас. Никто с таким не сталкивался. Пресса была против нас. Она написала «Наш некролог» несколько месяцев назад. Они даже назначили победителя еще до того, как люди получили возможность проголосовать. Но я могу вам сказать, что благодаря вашей поддержке, несмотря на все их нападки, мы прошли проверку в Айве. Путешествуя по Айве, я узнал, что в этой стране есть элементарная порядочность. Вы просто не видите это каждый день из-за всей чепухи, которую распространяют средства массовой информации, социальные сети и все прочие. Люди хотят иметь надежду на будущее. Мы предоставляем шанс обратить вспять безумие, которое мы наблюдаем в этой стране, обратить вспять упадок этой страны и дать этой стране новое рождение свободы и восстановление здравомыслия. Вот что мы собираемся сделать. У нас есть приказ о выступлении. Этот приказ гласит сделать все возможное, чтобы сохранить то, что Джордж Вашингтон назвал священным огнем свободы. Это тот самый огонь, который горел в Филадельфии в 1776 году, когда наши отцы-основатели подписали Декларацию Независимости. Тот самый священный огонь свободы, который горел на кладбище в Геттисберге, когда наш первый президент-республиканец Авраам Линкольн поклялся нашей нации в новом рождении свободы. Тот священный огонь свободы, который горел на берегах Нормандии в 1944 году, когда наши солдаты штурмовали эти берега и помогли освободить мир. Тот самый священный огонь свободы, который был у Берлинской стены в 1987 году, когда Рональд Рейган стоял там и говорил, «Господин Горобачев, снесите эту стену». Наша обязанность – нести этот факел и сохранять этот священный огонь свободы. Не избегайте этой ответственности. Ники Хейли пришла к финишу третьей. Она получила 21% голосов и 8 выборщиков. Но сдаваться она не собирается. Я приехала в Айову рано и возвращалась часто. Хотя холода стоят жестокие, я никогда не забуду доброту жителей Айовы. Вы – преданные, патриотичные и трудолюбивые американцы. И я всегда буду благодарна за то время, что мы провели вместе. В какой-то момент в этой гонке участвовало 14 человек. В вопросах я набирала 2%. Но сегодня Айова сделала то, что Айова всегда делает хорошо. Я могу с уверенностью сказать, что сегодня вечером Айова превратила праймерис республиканцев в гонку двух соперников. И вопрос, стоящий перед американцами, теперь очень ясен. Хотите ли вы больше того же самого? Или вы хотите, чтобы к власти пришло новое поколение консервативных лидеров? Я сказала Америке много суровой правды. И вот еще одна. Я дважды голосовала за Дональда Трампа. Я гордилась тем, что работала в его администрации. Но когда я говорю то же самое, вы понимаете, о чем я говорю. Это и Дональд Трамп, и Джо Байден. У них больше общего, чем вы думаете. 70% американцев не хотят еще одного реванша Трампа и Байдена. Большинство отвергает их обоих. Трампу и Байдену почти по 80 лет. При Трампе и Байдене наша страна погрязла в долгах на триллионы долларов. И наши дети никогда им этого не простят. У Трампа и Байдена нет видения будущего нашей страны. Потому что они оба поглощены прошлым. Расследованиями, вендеттой и обидами. Америка заслуживает лучшего. Мы заслуживаем нового направления под новым консервативным руководством. Мы заслуживаем президента, который сосредоточится на нуждах нашего народа, а не на себе. Президента, который восстановит нашу экономику, закроет нашу границу и даст отпор нашим врагам. Самое главное, мы заслуживаем президента, который прекратит нашу ненависть к себе, положит конец расколу и страху и сделает Америку сильной и гордой. Наша компания – последняя надежда остановить кошмар Трампа и Байдена. Еще один участник гонки, бизнесмен Вивек Ромасвами, остался четвертым. У него 8,4% и 3 выборщика. Он объявил, что сходит с дистанции и при этом поддержал Трампа. Следующий этап компании – праймарис в Нью-Гэмпшире 23 января. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. И последнее на сегодня. Депутат Единоросс Виталий Милонов на заседании Думского комитета по делам защиты семьи, отцовства и материнства сегодня прокомментировал предложение партии ЛДПР выплачивать по 10 тысяч рублей единовременно молодым парам, заключающим первый брак. Милонов предложил в ответ наказывать за развод крупным штрафом или, внимание, отправкой в качестве наказания в зону так называемой специальной военной операции. О священном долге перед Родиной депутат Милонов в этом контексте не упоминал. Вот что он сказал. Я уж сто процентов на стороне добра и семьи, но вопрос в том, что у нас много разводов. Если вы предложили бы, что при заключении брака вот 10 тысяч рублей, вы говорите, а при расторжении 100 тысяч рублей штрафа, я бы поддержал. Или обязательные работы, зона БСВО, работа в зоне СВО. Да, все, надо наказывать за разводы. А брак это же естественный, это и так праздник человек. Говорил депутат Государственной Думы России Виталий Милонов. Законопроект, предложенный ЛДПРу, единовременной выплате в 10 тысяч рублей, был в итоге Думским комитетом отклонен. А Милонову было предложено выступить с личной законодательной инициативой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».